Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Как вы помните, Марина Мексика и Саша Задойнов были на романтическом свидании. Мы были у облаков и глядели выше птичьего полета. Это наш личный край земли. Ребята брали с собой двух служанок Риту Керн и Карину Багдасар. Во время их отсутствия остальные девочки устроили против них бунт. Рита пишет, девочки-служанки подняли бунт против нас. Они перевезли наши вещи и кровати на пляж и пытаются игнорить. Мы их поблагодарили за смену обстановки и устроили мега-пати. И так зажгли, что эти псины захотели к нам обратно. У Вани Барзикова с Ирой Пинчук тоже было свидание. Они летали на вертолете. Девушке Александра Вейса Элен Каминской исполнилось 24 года. Подписчики сомневаются в ее возрасте. Описка, наверное, 44, а не 24. 24? На десяток лет не ошиблись? Саша Гозиас продолжает выяснять отношения с Сашей Перетятько. Как вы помните, эта девушка выразила симпатию Косте Иванову. Перетятько пишет. Гозиас бросается на людей без причины и ведет себя как психически неуравновешенный человек, что подтверждает и психолог Михаил Козлов. Ольга Жемчугова обустраивается в новой квартире, которую она сняла после ухода с проекта. Полкомнаты для сыночка почти готова, остались только финальные штрихи, пишет она. Оля прошлась вместе с Кристиной Дерявиной по магазинам, а сына Мишу она отвозила на поляну к его отцу. Глеб весь день публиковал в своем блоге фотографии и видео с сыном. На одном из снимков он сравнил Мишу с Емельяненко. Видимо, ищет новую тему для скандала с женой, потому что сходство с боксером поразительное. Ольга Рапунцель написала обращение к Диме Дмитренко. То у меня такой красивый. Раньше я выбирала многомужество. Сейчас я определилась и выбор остановила на тебе. После выхода эфиров в соцсетях горячо обсуждают ужасные отношения Саши Гозиас к своей дочери. Во время нахождения ребенка на проекте она почти не обращала внимания на девочку. Например, когда снимали на кухне, Гозиас сидит, а дочка рядом, как котенок, ждет ласки, а Саша даже не может ее на руки взять. Или еще были кадры, она лежит на диване в сапогах, в которых ходила по улице, и залипает в телефоне. А дочка стоит рядом и не может дождаться ее внимания. Гозиас ответила подписчикам, которые ее критикуют и называют матерью-кукушкой. Ненавидите меня, плохая я? Так что же вы идеальные люди, сидите на моих страницах, пишите комментарии, трайте свое время, угомоните глистов и подписывайтесь на любимчиков. А я как жила и мысленно посылала вас, так же и буду это делать. Влад Кадони взял в ипотеку роскошный коттедж. Он давно мечтал об этой покупке. Его новое жилье находится в 10 километрах от столицы, по Варшавскому шоссе. Южное направление он выбрал не случайно. Теперь добраться до площадки дома 2 он сможет всего за 15 минут. Стоит коттедж около 6 миллионов рублей. Настя Алисова призналась, что пережила большое разочарование в любви. Мужчина, которого она представляла своим родным и друзьям в качестве жениха, оказался женат и воспитывал маленького ребенка. Для Алисовой это стало шоком. Ей даже потребовалась помощь психолога. Обращалась девушка также и к экстрасенсам. Также, чтобы отвлечься, девушка решилась на ринопластику. Вскоре она планирует заняться зубами и сделать себе голливудскую улыбку. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры дома 2 на канале ТНТ.